Всем приветик, поздравляю всех с первым сентября, с началом осенью или соболезную, не знаю, вы тут сами решайте, кто как к этому относится, у нас сегодня с утра пораньше такие разные звуки. В школе идёт репетиция линейки, дети собираются, учителя, а здесь у нас чинят дорогу, вообще музыка ревёт, транспорт, это вот техника ревёт, строительная, дорожная, в общем, нам тут весело. А я сегодня собираюсь к косметологу, вот сейчас как раз пойду уже сушить волосы, буду сегодня колоть ботокс в гусиные лапки, как обычно, третий раз я уже буду колоть носогубки, скорее всего, и насчёт вот этих вот кроличьих морщин, которые на носу собираются, когда улыбаешься, я спрошу ещё у косметолога, стоит их колоть или нет. Вот, кстати, недавно делала пилинг и подпалила себе подбородок, вот не знаю, мне кажется, у меня на лице самая чувствительная зона это подбородок, стоит мне вот немножко передержать какой-то кислотный пилинг, а я же такой человек, я же не наношу кислоты на 5 минут, если я наношу, я наношу на 30-40 минут, чтобы там всё пекло, кожа облазила, потому что если не болит, значит не работает в моём понятии, вот, и вот если я где-то что-то передержу, то у меня всегда страдает подбородок, всегда облазит дико кожа, ну вот как и сейчас. Ещё плюс муж своей щетиной мне тоже там делает глубокий пилинг моего подбородка периодически, поэтому такая у меня чувствительная зона. Вот, так, сегодня я, получается, еду к косметологу на ботокс, потом мне нужно подъехать в детскую поликлинику, уточнить у нашей медсестры, какие анализы и врачей нам нужно сдавать на 6 лет, вот, каких врачей проходить. Ну, в принципе, анализы мы уже сдали платно в Синева, уже у меня есть результаты, стоматолога мы тоже прошли, как обычно нам сказали, что нам надо лечить зубы, я всё никак на это морально не могу созреть, чтобы Руслана куда-то отвезти, потому что к врачам он так очень относится, мы когда анализ сдаём, нас просто держат всей поликлиникой, все врачи со всех кабинетов сбегаются и 5 человек держат одного Руслана, чтобы мы сдали анализ. Вот, что ещё? Ну, в принципе, всё, спрошу, что ещё нам надо будет доздать, вот, может быть, если больше ничего не нужно, то мне справку и без Руслана напишут, я надеюсь, вот, чтобы его уже потом не тащить в поликлинику. Потом я пойду на работу, вообще у меня сегодня планировался выходной, но, в общем, пришлось поставить одну запись, потому что больше её мне было уткнуть некуда. Всё уже так вот расписано, девушки, надо было попасть ко мне срочно, поэтому пришлось её поставить сегодня. И потом мы поедем в Лиду, сегодня, кстати, начинается праздник города, Лидбир, да, сегодня будет концерт вечером, по-моему, в 10 часов начала, ну, и суббота, воскресенье тоже там будут праздники проходить в городе. Я бы, конечно, очень хотела успеть на концерт попасть в 10 вечера, но не знаю, потому что муж с ребёнком сейчас в Бобруйске, и во сколько они приедут, неизвестно. Ну, ехать они будут вечером, часов, наверное, в 5-6, это минимум, во сколько они выйдут, поэтому на концерт мы успеем вряд ли. Ну, завтра хотя бы немножко тоже погуляем, посмотрим, что там в городе будет, ну, а вечером мы планируем завтра ехать на дачу. Вот, пока такие последние тёплые денёчки у нас ещё, то нужно, конечно, этим наслаждаться, природой, солнышком, рекой, свежим воздухом, поэтому поедем на дачу. Ну, а с понедельника снова возвращаемся к работе, к трудовым будням уже осенним, ребёнка везём в садик, вот, и начинается вот эта вот вся канитель, да, рабочая, учебная, садиковская. Учебная почему? Потому что подготовка уже к школе у нас, в следующем году мы идём в школу, поэтому нужно начинать активно и заниматься, ходить на какие-то занятия, вот. Так что, вот такие вот у нас дела сентябрьские, первые сентябрьские. Ещё хотела затронуть такую тему, вот отношения в семье, да, отношения между мужчиной и женщиной, раздельные какие-то поездки, встречи там с друзьями, когда каждый ходит по отдельности, то есть, например, жена ходит со своими подругами куда-то, даже там в бар, муж ходит со своими друзьями посидеть. Как вообще к этому относятся, как я, например, к этому отношусь, и как другие люди к этому относятся, потому что иногда такое бывает, слава богу, это нечасто, но такое бывает, что кто-то там знакомый говорит, вот, например, там, твой муж поехал в Бобруйск, или, например, я там куда-нибудь пошла со своими подругами, или он пошёл куда-то там на корпоратив или ещё куда-то, вот, ну, не ревнуешь ли ты, как ты к этому относишься? Я скажу честно, что я неревнивый человек, то есть я не буду ревновать к каждому столбу, закатывать истерики, там, если мой муж поздоровался с какой-нибудь своей знакомой девушкой или коллегой, да, и к таким вот отдельным походам я отношусь совершенно спокойно и даже положительно, потому что я считаю, что всё-таки, когда люди живут вместе, у них семья, они очень много времени проводят вместе, и им нужно всё-таки какое-то личное время, которое они проводят отдельно, конечно, там, не каждый день ходить по каким-то барам, да, с подругами и на дискотеке, но иногда, там, пару раз в год я считаю, что это абсолютно нормально, когда муж пойдёт, например, со своими друзьями встретиться без жены, да, и они пойдут в какой-то бар, или он пойдёт на корпоратив отдельно от жены, или я пойду куда-то со своими подругами, или я, например, поеду в Лиду, а он останется в Минске, или он поедет в Бобруськ, то есть я считаю, что какая-то вот такая отдельная жизнь имеет место быть, и отношусь к этому абсолютно нормально. У нас с мужем хорошие отношения, мы оба ими дорожим, и у нас такие откровенные довольно-таки отношения, то есть если он, там, пообщался с какой-то своей бывшей знакомой девушкой, там, в Инстаграме, там, они попереписывались, привет, как дела, там, как жизнь и всё, всякое такое, да, то он мне об этом абсолютно спокойно может рассказать, и, например, я тоже о таких же моментах могу спокойно рассказать своему мужу, потому что мы живые люди, конечно, у нас была какая-то жизнь до того, как мы с ним познакомились, и, ну, этого, понятно, что не вычеркнуть, и как-то это не убрать, и иногда периодически, да, бывает, что такие моменты всплывают, это абсолютно нормально. Конечно, если там это не переходит в какие-то определенные рамки, я лично отношусь к этому абсолютно спокойно, так же, как и мой муж. Вот, но у нас уже давным-давно расставлены все точки над «и», в том плане, что если произошла какая-то измена, то, ну, на следующий же день уложится заявление в ЗАГС, такого никогда, конечно, у нас в нашем случае в суд, потому что через ЗАГС нас, естественно, никто не разведет, потому что у нас есть и совместные дети, и совместное имущество, вот, так что, да, кладется заявление в суд. У нас это давным-давно между нами оговорено, и можно решить любую проблему в семье разговорами, возможно, походом к психологу, но не ту проблему, когда уже фактически произошла измена такое. Ни я, ни муж мой не простил бы, и прощать не собирается, поэтому мы уже давным-давно вот в этом вопросе расставили все точки над «и», и это было оговорено, вот, но, слава богу, пока что заявление мы еще ни разу не писали и никуда не носили, вот. Ну, а в принципе, вот к таким отдельным походам, к какому-то отдельному отдыху я отношусь вполне нормально, вот. Поэтому такая вот моя точка зрения на этот вопрос. А вы можете написать в комментариях, как вы к этому относитесь, к тому, что ваш муж, например, пошел на корпоратив без вас или в бар с друзьями пошел без вас, вот. Как вы, ревнуете или нет? Я, честно говоря, вообще абсолютно спокойно отношусь, еще раз повторюсь, я не названиваю, например, когда он в баре, вообще, ну, я могу вообще даже не звонить или, там, позвонить один раз, спросить, ну, там, во сколько ты будешь. Но чаще всего я вообще не звоню, я спокойно ложусь спать, и я даже не знаю, во сколько мой муж пришел, если честно. То есть, если вы меня спросите, ну, это абсолютно я от искреннего сердца говорю, я этого не узнаю. То есть, я даже не проснусь, когда он, там, придет, и утром у него смогу спросить, там, во сколько ты пришел. Вот, потому что я своему мужу доверяю, я знаю, что он адекватный человек, так же, как и мой муж доверяет мне, и знает, что мы оба дорожим нашими отношениями, у нас все прекрасно, и на какие-то такие одноразовые легкие интрижки никто размениваться не будет, да, потому что все-таки для нас цены важны наши отношения. Если я смотрела свое видео, у меня там на фоне такая музыка, это у меня открытое окно, там уже началась линейка, вот, да, про Беларусь, хорошая песня. Так, ну что, я собираюсь, скоро уже буду выезжать. Я надеюсь, что мое видео не заблокируют за вот эту вот песню, я не нарушу никакие авторские права, но, в общем, будем надеяться, что видео останется, и все будет хорошо. А еще меня всегда поражает такой момент, когда люди дают советы по тому, как нужно правильно жить в семье, как нужно, там, относиться к своему мужу, в общем, как жить эту жизнь счастливо, как быть счастливым в браке, но при этом сами они такого счастливого брака не имеют, или они находятся в разводе, или живут там с каким-нибудь пьющим, пьющим их мужчиной, который гуляет или еще что-то делает, но при этом они считают, что они могут раздавать советы по поводу счастливой жизни. Вот, как бы, у меня всегда такая мысль в голове, а как вообще вы это себе представляете, если у вас нет опыта вот этой самой счастливой жизни, счастливого брака, как вы можете давать советы по тому, как правильно, да, то есть у меня лично в голове это не укладывается, но, видимо, у таких вот советчиков все нормально, вот, ну, примените на себе свои советы, протестируйте, как, будете ли вы счастливы, следуя им, тогда раздавайте советы, ну, наладьте сначала свою жизнь. Все, в общем, я немножко помучилась, съездила на ботокс, съездила в поликлинику, короче, в итоге мне укололи глаза, межбровку и нос, вот эти вот морщинки кроличьи. Почему решили еще межбровку уколоть, потому что часто, когда колят вот эти вот кроличьи морщинки, образуется компенсаторная морщина в межбровке, поэтому решили туда тоже уколоть, сейчас у меня отек на носу, отек, уже немножко спала, так вообще была такая вот бакарбинка большая в профиле, но все равно еще есть отечность на носу, вот, под глазом вот здесь тоже отек, но ничего, это все пройдет, носогубки решили не колоть, потому что у меня падает бак, я вам сказала, предложили мне поставить нити туда, по 5 коротких нитей на каждую носогубку, вот, я пока подумаю, может быть, даже и поставлю. То есть такая, конечно, отекшая вся, иду прям, что-то у меня тут отек, отек, вот, в нос колоть, очень больно, но я уже раньше колола до ринопластики, я колола в нос ботокс для того, чтобы поднять кончик, честно говоря, никакого эффекта не было, но это очень больно, вообще всякие инъекции в нос это самое болезненное, глаза межбровка это вообще фигня, но нос это прям, там слезы просто градом льются, вот, иду домой, и потом пойду на работу, вот, а было бы с ножки на высочайных каблуках, иду с поликлиники 2 километра домой. Руслану с Валдберис забрала вот такую вот байку от фирмы Акула, стоила она 38 рублей, вообще-то я ее заказывала с Азон, но я вам уже показывала и рассказывала в прошлом видео, что с Азона вместо байки мне пришли брюки, такой же расцветки, но брюки, а не байка, поэтому пришлось перезаказать на Валдберис, потому что на Азон, кроме того, что пришли брюки, так этой байки уже и не было в наличии. Вот, Симба, как обычно, хочет внести своих 5 копеек в каждое видео, вот, поэтому, да, поэтому пришлось заказать на Валдберис, чтобы уже был хотя бы комплект, потому что брюки мне, в принципе, не были нужны, но раз так получилось, то будет комплект для Руслана. Я смотрю, у меня уже сошла отечность, потому что, когда я вышла с ботокса, у меня прям вот под этим особенно глазом, прям такое, как надулся, подушечка такая надулась, я смотрю, сейчас уже вроде бы нету, вот, и были такие точечки от уколов, но сейчас тоже их уже не так сильно заметно, но это быстро заживает, в общем-то, вот, сижу, жду своих, они уже там выехали из Бобруиска, скоро будут, и Симба пришёл, вот я только включила камеру, и сразу пришёл Симба, представляете, я не знаю, что это такое, он, наверное, тоже хочет стать звездой Ютуба у нас, да, да, конечно, скажи, конечно, 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 такого красавчика, скажи, конечно, покажите всем, покажите, такой же сладкий, со мной спит в кровати, я прихожу, сажусь на, вон там, кстати, Марсик лежит на заднем фоне, я прихожу, сажусь на диван, допустим, с работы, он приходит ко мне, всё, садится, гладьте его, да, любите меня, я сажусь на кровать, он за мной, то есть я когда дома, он всегда ходит за мной, просто как хвостик мой, такая любовь, и спит со мной в кровати, кстати, Марсик не спит в кровати, он спит тоже в комнате нашей, или на подоконнике, или на гладильной баске, он любит спать, вот у меня теперь твоя шерсть, Симба, в глазах, вот, да, любит спать, с нами, а Симба вот спит в кровати, ну, кстати, когда там с Русланом мы спим, или с мужем в кровати, он как-то нет, в кровати не спит, вот когда я сейчас одна была, несколько дней, он ко мне приходил, спал со мной в кровати, вот, ботокс встает в течение нескольких дней, то есть не сразу виден результат после процедуры, вот, пока что я еще могу нахмуриться, вот мне укололи межбровку, пока что она хмурится, все нормально, вот, и глаза, глаза и нос мне укололи, вот эти вот морщинки, потому что, когда я начинаю сильно улыбаться, или там смеюсь, мне часто говорят, что не хмурь нос, не хмурь нос, а я, ну, как бы это непроизвольно происходит, мне это не нравится, поэтому я решила попробовать укололись, но повторюсь, что нос это вообще самое болезненное, и отек у меня был на носу, но сейчас вот смотрю, не, вот, кстати, тут еще немножко остался, вот эти части тоже кололи, вот, и здесь, так, чуть-чуть что-то такое еще прощупывается, но уже лучше, чем было, потому что я просто шла с ним, мало видео, потом посмотрела на себя, думаю, господи, вот, будто я с какого-то перепоя, опухшаяся. Ну что, тебе помочь, Руслан, или сам? Нет, приди, ты там, У нас с головой в прошлый раз, здесь у нас было гнездо шершни, в общем, приезжало МЧС, их убрали, вывезли, но они начали строить сегодня опять здесь свое гнездо новое, пришлось использовать дихлофос, ну, пока что все улетели, но не знаю, повернуться снова или нет. Вылетают? Да. А на Мишу здесь дихлофосы вылетают. Ну да, им запах не нравится. А тут вот тоже вчера приехали, увидели, что был сильный ветер и упала вот эта вот ветка или дерево. Дерево это, наверное, упало вот. Или ветка это всё-таки. Вот дерево. Такое вот. А мама здесь посадила такие вот маленькие деревца. И здесь вот ровненько возле него упало. Смотрите, не задело, всё нормально. Такое вот типа как экзотическое деревце. У неё на даче такие растут. И она сюда привезла. Два росточка посадила. Вот там вот тоже. Всё, осень. Скоро зима. Покроется Неман льдом. Там вообще какой-то водоворот. Не знаю, наверное, не будет видно. На камере. Вот. Там перепад. Реально водоворот, видите? Что там такое интересное? Ну, Неман вообще, в принципе, опасная река, потому что поэтому здесь такие вещи могут быть. Надо быть очень осторожными. Мы вот только что вернулись назад в Минск из дачи. И заехали сразу на Вальберид. Я забрала свой заказ. Появилась вот такая вот интересная очень новинка от производителя Artefact. Я пробовала уже несколько товаров от них. Они мне нравились. И вот такая вот новинка. Это сыворотка с витамином С, неацинамидом и гиалуроновой кислотой. И она необычная. Смотрите, потому что здесь получается вот в самой вот этой баночке только такой как бы активатор эссенция. И здесь, вот в этом вот саше, находится непосредственно витамин С. Потому что это у нас кислая форма витамина С. Она очень нестойкая, быстро разрушается. Часто, если вы покупаете готовый вариант, она уже приходит окислившаяся. Поэтому в данном случае вы точно знаете, что у вас будет свежий витамин С. После того, как вы размешаете эти два состава, сыворотку необходимо хранить в холодильнике. И использовать в течение трех месяцев. То есть нужно будет написать где-то здесь на флаконе дату, когда вы смешали. И, в общем, в течение трех месяцев необходимо использовать эту сыворотку. Цена была около 17 рублей. Буду пробовать. Я уже раньше пыталась сделать подход к витамину С. Честно говоря, не особо мне понравилось. Но попробую в этот раз кислую форму. Вот такую вот новинку. И патчи, как обычно себе покупаю, 4 рубля с копейками они стоили. Самые обычные патчи храню в холодильнике. Так, ну и, наконец-то, у нас появилась вот эта вот полочка. Руслан тут уже наставил своего пластилина везде разных поделок. В общем, с Азон я ее сначала заказывала. Но заказ мне отменили. Я вам говорила, что в последнее время с Азон, не знаю, у меня постоянно какие-то отмены, переносы. Все очень долго идет. Ну и, в общем, пришлось перезаказать с Вайлдберрис. На Вайлдберрис она чуть дороже стоила. По-моему, 133 рубля. На Азон где-то около 115. Я ее заказывала в первый раз. Вот, ну, наконец-то она пришла. Муж собрал. Надо будет придумать, что сюда поставить. Вот. Такая вот красота. Когда были в Лиде, я заходила в магазин Милая и купила себе вот таких вот 3 средства для бровей. Это просто фиксатор от Vivienne Sabo, такой прозрачный гель для фиксации волосков. И два вот таких как бы тинта, то есть тоже фиксаторы, но с оттенком. Вот это вот производитель Artvisage. Так. Тут, наверное, цвет я убрала уже. Наверное, на наклейке был написан цвет. И от Luxevisage 101 Taupe. Они по цвету похожи, такие светло-коричневые, немножко такие сероватые. Ну, больше, наверное, кричневого, чем серого. Похожие очень два вот этих вот оттенка. Решила попробовать, вот, протестировать для бровей. Потому что, несмотря на то, что у меня сделан перманент бровей, но я всегда волоски дополнительно фиксирую гелем. И люблю использовать какой-то карандаш для того, чтобы придать больше оттенка. Вот. Ну, больше яркости. Потому что, когда я, например, не накрашена, то есть у меня не накрашены ресницы, мне цвета перманентного макияжа достаточно вполне на бровях. Но когда у меня накрашены ресницы, то мне хочется, конечно, немножко поярче, и поэтому я подкрашиваю. Это абсолютно нормально. Я вообще такой сторонник, что в перманенте не нужно гнаться за яркостью. Перманент — это основа. Это такой макияж без макияжа. А когда вы краситесь более ярко, то всегда можно добавить, подкрафиться. И, мне кажется, это идеальный такой вариант, идеальное сочетание перманента и косметики. Из Сазон забрала еще два заказа. Это вот такие вот джинсы, черные джогеры. От Gloria Jeans. Рост аж 158. Короче, он такой хороший вырост. Но я просто не удержалась, потому что они были на большой распродаже. Стоили, по-моему, 12 рублей. Ну, вы сами понимаете, 12 рублей за брюки. Тем более Gloria Jeans — хорошая фирма. Вот. Я много раз уже покупала у них джинсы. Мне нравится качество. Такие вот кармашки здесь есть. В общем, классные такие черные джинсы. Я просто хапнула, знаете. Там последняя штука оставалась. Думаю, заберу. Будут лежать. Здесь не просят. Вот, Руслан будет на вырост. И фильтры Barrier. В этот раз решила попробовать Light. Вот такие вот фильтры. Честно говоря, не знаю. Раньше покупала для жесткой воды. Но вроде почитала, что вот такая обычная водопроводная вода. В квартирах из крана для них подходит... Для нее, точнее, подходят фильтры Light. Не знаю. В общем, попробую. Четыре штуки здесь. Цена была хорошая. По-моему, 25 рублей. Поэтому решила попробовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова